Приветствую вас, и вы знаете, вот по вашему описанию очень хорошо так, знаете, получается линейный комплекс. То есть, вот череда, четкая последовательность определенных событий стимулирует вашего мужчину, значит, на то, чтобы вести себя подобным образом. Именно, что интересно, череда определенных событий. То есть, нужно четко понимать, что ваш муж делает это не специально. Ну, здесь, конечно, могут быть варианты, но я не думаю, что он делает это специально, я думаю, что он сам не рад тому, что с ним происходит. Вот, но, естественно, по делу с этим он не может ничего, и в результате такая вот получается ситуация. Ситуация, при которой ваш муж по сути дела оказывается очень тяжелой для него, очень сложной для него ситуацией. Значит, мне действительно не совсем понятно, почему вы не обратились все-таки к психологу, да, то есть, что вам помешало это сделать, вот, что вам не позволило. Обратиться к психологу, значит, значит, как-то приватно для того, чтобы он постарался, ну, как-то вот разрешить ваши проблемы, да, и что-то, ну, что-то сделать с ней, с этой проблемой. То есть, в этот момент он мне немножечко не ясен, вот. Но, вы знаете, поскольку проблема вашего мужа, она идет именно из детства, скорее всего, или из каких-то, вот знаете, таких достаточно серьезных для него обстоятельств, то, соответственно, нужно с этим разбираться. И, действительно, вы в спокойной обстановке с ним попробуйте поговорить, да, вот, вы действительно в спокойной обстановке попробуйте с ним всю, ну, всю ситуацию разрешить, да, попробуйте в спокойной обстановке с ним выяснить, что же все-таки его вот беспокоит так сильно. И, собственно, Путин вам попробует рассказать о том, что с ним. Путин вам попробует, значит, ну, пояснить, что же у него, что же его беспокоит, да, так вот сильно, вот. Потому что, ну, естественно, ненормально, естественно, то, что вы описываете, это, безусловно, очень плохо, это скверно. Вот. Значит, дальше, если мужчина не хочет, ну, не хочет ничего делать, не хочет как-то решать вопросы, не хочет, значит, взаимодействовать с вами, то тогда в таком случае можно говорить о том, что человек действительно может быть заинтересован в том, чтобы как-то вас, ну, вами управлять. Вот. То есть человек действительно заинтересован в том, чтобы вы постоянно вот его, собственно, вытягивали из этой вот его ситуации, чтобы вы постоянно ему помогали выбираться из этой ситуации, а он при этом, ну, чтобы чувствовал себя, чувствовал себя, знаете как, ну, так, как будто так и надо, в общем. То есть в этой ситуации, конечно, мужчина поступает очень неоднозначно, я бы сказал, и в этой ситуации, ну, нужно все-таки вам больше, на мой взгляд, вам нужно больше думать о себе, чем о нем, если вы понимаете, о чем идет речь. Вот. Скажите, что мужчина, что вам тяжело, вам неприятно вот такая ситуация, что вам тяжело эту ситуацию, значит, переносить. И пусть он что-то сделает для того, чтобы изменить, изменить ее и сделать так, чтобы все-таки вас это не успокоило, сделать так, чтобы это не мешало вам, как-то не мешало вам жить. Вот. Я думаю, что это реально то, что вы можете сделать. Я думаю, что это вполне вам по силам. Главное, чтобы у вас были для этого необходимы возможности, чтобы вы мудр своего стимулировали на это, чтобы вы старались до него все-таки донести определенные важные моменты. И тогда, я уверен, он вас уходит. А мы-то там, он с этой ситуацией справляться не хочет. Гордость не позволяет ему значит, обратиться за помощью. но то, что это кроется вот в... ну то есть, причина этого кроется в прошлом, и причина кроется в том, что как-то это вот его ущемляет, как-то это заставляет ему дискомфорт. просто мужчинам сложнее признать, что у них проблемы. Ну, так всегда было, наверное, если и будет. Это нормально. Вот. Вам нужно здесь это понимать и, так, знаете, ненавязненько, ненавязчиво так, вежливо, спокойно, говорить ему уже раз и разом, что дорогой, ну вот, это проблема, это действительно проблема, это серьезная проблема для вас. И, как бы, давай ее постараемся, постараемся все же как-то решить. Потому что, если ты не решаешь ее, то, по сути дела, ты вредишь мне. То есть, здесь такая ситуация, что вам вредит то, что происходит, да, вам вредит эта ситуация. Это плохо. Очень плохо. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, пишите в личку. Помогу вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго. Удачи. И, вы знаете, начать вам работу по помощи мужа необходимо все-таки с личной консультацией самой. для того, чтобы предварительно понять причины, почему такое могло произойти. То есть, вместе с психологом вы проанализируете жизнь и вашего мужа, и вашу совместную жизнь, чтобы все-таки найти вот этот раздражающий элемент, который, по сути дела, мешает вашему мужу получать удовольствие от жизни и от каких-то светлых событий в ней. Я желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо. Продолжение следует...